В одиннадцатый раз мир отметил День почки. Акция призвана информировать население о болезнях этих органов у детей. Проводится она во второй четверг марта. Организация просветительских акций призвана уменьшить распространение хронических болезней почек. С 2013 года они внесены Всемирной организации здравоохранения и Организации объединенных наций в список болезней, представляющих угрозу для человечества. По статистике, каждый десятый житель планеты страдает почечными заболеваниями. Около 15 миллионов из них – россияне, причем большая часть – молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. В настоящее время Министерство здравоохранения очень широко пропагандирует посыл профилактической медицины. И без этого просто невозможно, потому что уже во всем мире давно доказано, у нас, правда, это еще Симашка доказал в России, что легче предотвратить заболевание, чем потом его лечить. Организаторами праздника в нашей стране в текущем году выступили Ассоциация нефрологов и Союз педиатров России. 10 марта в Москве прошел приуроченный к Дню почки общероссийский общественный форум. В нем приняли участие ведущие врачи-нефрологи, педиатры, специалисты по заместительной почечной терапии, представители Министерства здравоохранения Российской Федерации. Всего 370 человек. Интернет-трансляцию форума наблюдали более 80 тысяч жителей России. Сегодня в заседании, когда мы говорили, мы говорили о таких важных вещах, которые, в общем-то, касаются организационных аспектов оказания помощи детскому населению в плане нефрологии и вопросом нормативно-правового регулирования медицинской помощи детям с нефрологическими заболеваниями. Приоритетом последних десятилетий для педиатров считалось снижение младенческой смертности. Сегодня проблема решена, и силы теперь направлены на улучшение ситуации с уровнем инвалидности детей. Разрабатывается специальная программа, частью которой станет раздел по профилактике и лечению заболеваний почек. Детство действительно отстает от взрослой нефрологии в силу того, что оно не выделено сегодня как отдельная специальность. И это создает серьезные проблемы, потому что педиатрия и терапия, нефрологи-терапевты, да, это суть по своему структуре, маршрутизации, по документам, разные специальности. И привязать к нормативной базе детства, ну, не удается-то, поэтому детство беспризорное, оно никак не, юридически не прикрыто. В дальнейшем комплекс мер должен быть утвержден на государственном уровне. Планируется подготовка дорожной карты и создание центров диализа по всей стране. Но, безусловно, главный залог здоровья – это профилактика. Ксения Малеженкова, Сергей Косинчук, Данил Свидерский, образовательный телеканал «Просвещение».